Кто не любит учиться? Человек должен учиться и учить других. Это долг каждого из нас, иначе мы бесполезны. Совершая карма-йогу, любой человек становится мудрым и приобретает уникальные знания, недоступные даже ученым логикам, потому что сердце может вместить то, что не вмещает в себя ум. Пока один размышляет о существовании Бога, другой уже живет по его законам, а третий общается с ним лицом к лицу. Так было всегда, и мы можем сделать свой выбор. Эта книга не обращена к бессовестным атеистам-безбожникам, потому что у них нет выбора. Они отвергли высший путь божественной любви. Лучше не думать о них и не вступать с ними в споры. Нам нечего им дать, и ничего не нужно от них. Эта книга не предназначена также для религиозных фанатиков, несвободных от ненависти и всегда готовых к дракам. Эта книга для тех, кто хочет встать на путь вечного поиска, кто готов учиться и учить других. Спасибо моему божественному учителю, который рассеял мое невежество лучом трансцендентного знания и дал мне способность видеть. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве, знают это. Отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Бхагавадгита 9.8 Самая плохая карма Ядовитая змея очень опасна, но ее отталкивающий вид предостерегает об этом. Другими словами, от нее нас защищает только страх, который она нам внушает. Но если змея украшена драгоценными камнями, она становится привлекательной, а вместе с тем и более опасной. Подобно этому, общение с греховными людьми опасно для духовного развития. Нельзя получать знания от падшего человека. В его устах оно становится ядом. Как правило, греховный человек имеет непривлекательный, отталкивающий облик. Видя это, можно избегать общения с ним. Однако, если мы встречаем хорошо одетого негодяя, образованного, культурного, богатого, имеющего поддержку в обществе, это собьет в толку любого из нас. Иногда мы слышим привлекательное название – талантливый певец, лауреат Нобелевской премии, известный политик, министр, священник и прочее. Но часто за этой привлекательной внешностью скрывается греховная деятельность. Время от времени грех проникает даже в религию. Иисус Христос, например, сравнивал первосвященников с гробами, которые красивы только снаружи, а внутри полны нечистот. Как он это увидел? По их отвратительной гордыне, такой же великой, как и их положение в обществе. Такие люди на самом деле не имели права быть учителями, поскольку сами не достигли царства Божьего и другим не давали его достичь. Змее не нужны драгоценные камни, но получить их у нее тоже невозможно, пока она жива. Если учителя не учат собственным примером, это и есть самая плохая карма – величайший обман. Поэтому не спешите учить других, если вы не учитесь сами. Тех, кто таким образом введены в заблуждение, привлекают демонические безбожные взгляды. В этом состоянии заблуждения, все их надежда на освобождение, вся их кармическая деятельность и стремление к знанию терпят крах. Багавадгита 9.13 Продолжение следует... Продолжение следует...